Всем привет, друзья! Когда приходит время менять сцепление, не забывайте менять комплект полностью. Это вам просто сэкономит и время, и ваше средство. Диск сцепления, корзина, выжимной подшипник. Как вы понимаете, это основные детали, которые нужно поменять. Например, вы захотели поменять просто диск сцепления, вы его купили, сняли коробку передач, и у вас оказалась изношена еще и корзина. То есть вам придется еще в лучшем случае съездить и купить, ну или вам придется заказать деталь и ждать ее там несколько дней или недель, в зависимости от того, где вы заказываете и как. Согласитесь, это очень неприятно. То же самое с выжимным подшипником. Например, вы купили корзину, диск, проверили выжимной подшипник, вроде бы он еще не щелкает, походит. Вы ставите его обратно и спокойно ездите, но через 10 тысяч километров он у вас разваливается, и вам снова придется снимать коробку передач, проводить всю эту процедуру практически заново. А происходит это так почему? Например, комплект сцепления, в который входит только корзина и диск, а выжимной подшипник продается отдельно, и стоит он тоже, скажем так, недешево. Поэтому мы стараемся немного сэкономить, что может обойтись немного дороже, как понимаете. Поэтому все эти детали меняем вместе. Есть еще одна деталь, которую очень важно поменять сразу вместе с комплектом сцепления. В этом случае лучше не экономить, а заменить задний сальник коленвала. Даже если он полностью визуально сухой, он может через 5-10 тысяч километров просто потечь, и вам снова придется делать ту же процедуру. То есть снимать коробку, снимать маховик. То есть вы понимаете, если вам снова придется делать это в автосервисе, то это совсем невыгодно. Поэтому также к комплекту сцепления лучше сразу поменяйте вот этот вот задний сальник, чтобы уже, так сказать, не заморачиваться. Поменяли, как говорится, и забыли. В общем, вот такой вот совет, друзья. Я сам с этим много раз сталкивался. Просто стараешься на чем-то сэкономить, и в итоге получается, ну, сами понимаете. На этом у меня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем добра, всем пока.